Сегодня мы поговорим о новом изменении, которое связано с лицами, которые занимались или занимаются преследованием третьих лиц в своей стране и тех, кто подал на убежище в США и в кейсе, в которых есть эпизоды, связанные с тем, что они сами занимались преследованием. Такое часто бывает по политическим убеждениям, по религиозным убеждениям. В нашей компании тоже был случай в октябре, когда мы сформировали большую группу. Это ребята, которые были в политических партиях в Бишкеке. Они оказались из разных партийных организаций. Ну и у кого-то даже были эпизоды преследования против друг друга. Тогда возник конфликт, мы его уладили. Но тем не менее, такое бывает и бывает очень часто. И когда, допустим, мы готовим кейс на убежище для человека, который занимался в какой-то партийной организации чем-то, не исключено, что даже такой эпизод у вас будет. Как изменилось законодательство и отношение к этим лицам? В настоящий момент есть требования, состоящие из пяти пунктов к данным лицам. Согласованное утверждено, то есть принято 28 июня 2018 года по делу Даниэля Негусли. Мы этот документ видели. У нас он есть, он переведен на русский язык. С ним можно ознакомиться в режиме консультации. Если, допустим, у вас были проблемы подобного рода, мы можем это использовать для вас, для того, чтобы кейс был сильнее. Итак, ребята, два очень сильных изменения произошли буквально за два месяца. Первое, это связано с жертвами семейного насилия. Есть также требования к социальным группам, если мы, допустим, относим лицо, которое оказалось жертвой, к социальным группам, к одинаковым характеристикам. Там есть также условия, по-моему, 8 пунктов, которые нужно исполнять. Да, 8 пунктов, которые нужно исполнять. А сейчас вот то, что связано с лицами, которые занимались сами преследованием. Итак, ребята, для чего вообще нам это все нужно? Ну, для того, чтобы качество нашей работы было более высокое, выше. Потому что, например, когда вы просто берете там кейс, да, чей-то перепечатываете, это одно, да. Когда вы точно знаете, что выиграло, что было использовано как прецедент, да, это, ну, это другое. То есть прецедент это фактически то, что уже является как директива для иммиграционных судов. Особенно, если это прецедент, который прошел апелляцию. Такой теперь прецедент есть. Мы его, кстати, вот нашли. И сейчас, в данный момент, у нас еще очень много документов по каждому штату, по каждому судебному округу. Как вы знаете, в США 12 округов. В этих судебных округах есть 58 иммиграционных судов, разбросанных по 50 штатам. Ну, и 13 апелляционных советов. Мы начали с апелляционных советов, ну, и дальше будем постепенно двигаться в сторону иммиграционных судов. И я думаю, что там через 3-4 месяца у нас уже будет весь комплект всего того, с чем работают люди, которые действительно помогают и создают, формируют выигрышные дела. Потому что, ребят, хороший сильный кейс – это правильно расставленные слова. Можно один эпизод показать вот так, другой эпизод показать вот так. Если, допустим, ваш эпизод, да, у вас там есть преследование, допустим, не попал в норму международного права, то есть нет того насилия, которое фактически отсылает на норму международного права, это внутренняя проблема. И с этой внутренней проблемой вы получите отказ. То есть тут очень важно, чтобы кейс был сформирован таким образом, чтобы все было расставлено правильно и чтобы он был выигрышный. Еще один момент, ребят, чтобы вы понимали, самая главная ошибка и самая распространенная проблема, по которой заявительное убежище получает отказ – это отсутствие доверия со стороны иммиграционных властей, вообще властей США. То есть вам не доверяют, то есть есть основания вам не доверять. То есть если вы, допустим, где-то там перепечатали кейс у кого-то, как это часто бывает, вам дают там наглядное пособие, перепечатывая, да, и вы не смогли там несколько раз при перекрестном допросе подтвердить то, что вы взяли из этой истории, фактически вы попали уже в зону риска. Это то же самое, что получение американской визы. У меня, кстати, часто в комментариях задают вопрос, Илья, а что такое там звездочка под визой, одна или две звездочки под визой? Ну вот звездочка под визой или там одна или две – это просто степень доверия. В данном случае посольство США. То есть если у вас две звездочки, то вероятность того, что вас будут проверять на границе, она очень высокая. Если у вас одна звездочка, значит, вам доверяют выше, чем, допустим, тем, у кого две звездочки, и у вас будет меньше проблем на границе. То есть не будет там допроса, не будет остановок, не будет проверки телефонов, там, сумок и так далее. Вот. Итак, ребята, не делайте чужих ошибок, делайте стильный кейс, мы вам в этом можем помочь. Заходите на наши сайты, подписывайтесь на наши ресурсы, YouTube, у нас уже две группы. Facebook, у нас уже в группе восемь тысяч человек, в одной и три тысячи во второй группе. В ВКонтакте, в Инстаграме, пишите комментарии, задавайте вопросы, будем вам на них отвечать оперативно. Ну, удачи вам в эмиграции, всем пока!